Волонтеры-медики и врачи, работающие в красной зоне, должны быть обеспечены бесплатными обедами. А добровольцам, которые разводят лекарства и доставляют врачей к пациентам, нужно выделить запас бензином. Об этом договорились на встрече председателя областной думы Владимира Нетесова с лидерами волонтерских организаций региона. В ней также приняли участие депутаты Государственной думы Евгений Ревенко и Игорь Костюкевич. Во время локдауна единый волонтерский центр мобилизовал всех добровольцев. Так, около сотни студентов медицинского университета по 6 часов в день помогают в поликлиниках и больницах города. Еще 40 человек отвечают на звонки горячей линии. Около 300 активистов на личных авто развозят врачей на вызовы. Иногда один такой водитель совершает до 40 выездов в сутки. Депутат Госдумы Евгений Ревенко подчеркнул, что сегодня в целом по России волонтерской деятельностью заняты более 100 тысяч человек. А председателю Болдумы Владимир Нетесов отметил, что работа волонтеров не прекращается ни на день уже полтора года. Привозим продукты, привозим лекарства, СИЗы, средства индивидуальной защиты. Конечно, это помощь нашим врачам, работникам сферы здравоохранения, медицинским сестрам, в том числе и по автотранспорту, и по бензину, и по горячим обедам. Спасибо ребятам, которые, несмотря ни на что, круглые сутки оказывают помощь.